В первом издании это было генеалогическое требование, а здесь, по-моему, родословное. Вот так я не могу дойти. Вот так мы слушаем Лилу, смотрите какой порядок, а потом показываем. Здесь сначала перечисляются родословные, то есть дети Господа Кришны, жены, первые восемь жен, по-моему, перечислены все сыновья. А затем идет интересная история про Господа Багараму, как он был в шахматы. Значит, нужно сейчас сомпризировать шахматы, подготовить. Рукми был заклятым врагом Кришны. Кто у нас с Рукми? Заклятый враг Кришны. Кто у нас с Рукми был заклятым врагом Кришны? Значит, должен быть Кришна тоже. Должен выбрать персонаж. Однако, он очень любил свою сестру Рукмини. Рукмини тоже нужно выбрать. И старался во всем угодить ей. Поэтому, когда внуку Рукмини, а не Рудхи, пришло время жениться, Рукмини предложил ему свою внучку, Рачану. Хотя в ведическом обществе браки между дворудными братьями и сестрами не поощрялись, чтобы доставить удовольствие сестре, Рукмини согласился на брак своей дочери с сыном Кришны. А затем отдал свою внучку, его внуку. Когда сватовство закончилось, Ани Рудха вместе с большой свадебной процессией выехал из двороги. Вскоре они достигли Баджакаты, места, где Рукмини поселился Рукмини после того, как Кришна похитил его сестру. Свадебную процессию Ани Рудхи возглавлял его дед Кришна. Вместе с ним были господь Баларама, а также первая жена Кришны Рукмини, и их сын Брадюмна, сын Джамавати Самба и многие другие родственники и члены семьи. Они добрались до Баджакаты, где мирно сыграли свадьбу. Так, пока эта мирная история показывается почти ничего. Это предыстория перед тем, как сыграть уже главную. Значит, с острым сюжетом будет история. Пока все хорошо, как видите. Как-то устроили свадьбу, примирились с Рукмини, с Кришной, как будто бы. Друг Рукмини, царь Калинги, дал ему дурной совет. Прямо сейчас на ухо давайте дурной совет. Сыграть в шахматы с Баларамой. Дурной совет был. И на пари одержать над ним верх. Среди царей Кшатриев заключение пари, игра в шахматы на деньги, были обычным делом. Если Кшатри бросает вызов, предлагая сыграть партию в шахматы, он не мог отказаться. Шибаларамаджи был не очень искусен в шахматной игре. И царь Калинги знал это. Вот такой был план. Поэтому он посоветовал Рукмини сыграть с Баларамой в шахматы и таким образом отомстить Кришне и его семье. Хотя Шибаларамаджи не очень хорошо играл в шахматы, он очень любил подобные состязания. Да, вы уже входите во вкус. Баларама, он не умеет играть в шахматы. Ну, плохо играет в шахматы. Это его одно из трансцендентных качеств. Это не недостаток. Как, например, вот Радхарани, она не умеет плавать. Оказывается. Она не умеет плавать. Это тоже трансцендентное качество. Когда Кришна играет с ними в Ахманы-Сиганге на лодке, он спрашивает гопи, когда штормить начинает, плавать-то умеете? Ну, типа, сейчас потонем, плавать умеете? Радхарани говорит, я плавать не умею. Тогда Кришна говорит, зачем ты села в лодку, чтобы плавать не умеешь? Ну, а здесь Баларама не умеет играть в шахматы. Так, хорошо. Он принял вызов рукми, то есть он любил играть в шахматы, но не умеет. Он принял вызов рукми и сел играть. Это нужно сыграть, что как Баларама с удовольствием, с энтузиазмом садится играть в шахматы, но не умеет. А ставки делались золотыми монетами. И в начале Баларама поставил 100 монет, затем 1000, затем 10 тысяч. И каждый раз он проигрывал рукми. Значит, смотрите, сначала 100 проиграл, потом 1000, затем 10 тысяч. Хороших денег. Даже у Баларама был в Ростове. Нет. У него много денег. Увидев, что си Баларама проигрывает, проигрывает, царь Калинги стал насмехаться над Кришной Баларамой. Он улыбался до ушей. Так, у кого есть улыбка до ушей? Подпирайте. Обнажая все свои зубы и отпускал шутки. Баларама проигрывал. Ему было трудно сносить язвительные шутки царя Калинги. И он стал терять терпение. Так. Ситуация наглядяется. Чувствуете? Рукми снова бросил вызов Балараме и сделал ставку в 100 тысяч золотых монет. К счастью, на этот раз Баларама выиграл. Случайно. К счастью, он все время проиграл, а тут удача улыбнулась ему. Но коварный Рукми сказал, что Баларама проиграл и объявил победителем себя. Эта ложь привела Баларама даже в сильный гнев. Ярость нахлынула на него так же внезапно и сильно, как волна прилива накатывается на морской берег в ночь полнолуния. Глаза Баларамы, красноватые сами по себе, налились кровью от возмущения и гнева. Не знаю, как вы это сыграете. На этот раз он бросил рукми вызов и поставил на кон 100 миллионов золотых монет. О, серьезный оборот, смотрите. Миллионы пошли уже в золото. И снова, согласно правилам игры, Баларама вышел победителем. Случайно, он не умеет играть. Но рукми опять лживо заявил, что выиграл он. Рукми призвал в свидетели всех присутствующих царей и прежде всего царя Калинги. Во время спора с небес раздался голос, который возвестил, что в игре победил Баларам, что совершается несправедливость и что рукми солгал, солгал, объявив победителем себя. Но даже услышав божественный глаз, рукми настаивал на том, что Баларама проиграл своим упорством, показывая, что его смертный час уже близок. Человек упорный идет к своей смерти. Ну, все по-разному. Опиненный лестью и дурным советом своего друга и преисполненный самодовольство, он не придал значения тому, что сказал пророческий голос с небес. Вместо этого он принялся поносить Баларамаджи. Баларама, вы два брата всего лишь пастухи. Возможно, вы хорошо пасете коров, но откуда вам знать, как играют в шахматы или стреляют из лука на поле боя? Этими искусствиями владеют только члены царских семей. Услышав язвительные слова рукми и громкий смех всех собравшихся царей, Господь Баларама вспыхнул, как горячий уголь. Он тут же схватил свою палец и, не говоря больше ни слова, ударил рукми по голове. Очень просто. Проблемы нет. От одного этого удара рукми упал замертво. Это свадьба. Он был убит во время счастливого радостного события свадьбы Амирудхи. Такое нередко случается с дикшатриев. Царь Калинги, боясь стать следующей жертвой, пустился бежать, но не успел он сделать нескольких шагов, как Баларама догнал его. Когда царь поносил Кришну Балараму, то все время усмехался, скаля зубы. За это Баларама своей палец и выбил ему все зубы. Он набросился на тех царей, которые поддерживали царя Калинги и рукми и палец и стал ломать им руки и ноги. Они не сопротивлялись, а сочли разумным ретироваться с места кровавых событий. Во время распри между Баларамой и рукми Господь Кришна не прорывнил ни слова. Он знал, что поддержав Балараму, он огорчит рукмини. А если он скажет, что рукми убит несправедливо, то огорчится Баларама. Поэтому Господь Кришна промолчал, когда его шурин рукми был убит во время свадьбы его внука. Он не хотел портить своих нежных отношений ни с Баларамой, ни с рукмини. После этого жених и невеста торжественно зашли на колесницу и отправились в дворок. в сопровождении свиты жениха. На всем пути свадебной процессию охранял Господь Кришна, который некогда сразил демона Матху. Ее участники покинули царство рукми по Баджакату и счастливо направились в Варху. Такая история. Старец знает, что вы не собираетесь играть. Что у вас явно проблема у всех. Ум мешает мне вот такие вещи. Это захватывающая история. Если ее сыграть, она проявится еще больше. Никакого энтузиазма. Давай не сыграй. Да, давай. Я буду режиссер. я буду читать, а они будут изображать. кое-какого. Я буду Да.